Добрый вечер. С какой стороны не глянь на придорожную полицию, ну, отовсюду видно, что не нужна. Она себя уже и желает в том виде, в котором существует, тихонечко локализована внутри своего ведомства, работает сама на себя и, в общем, пользы не приносит социуму абсолютно никакой, ну, плюс небольшое вип-обслуживание. И одно дело, когда о том, чтобы аннулировать придорожную полицию, разогнав ее полностью, говорит, ну, отчасти оппозиционный Кудрин, при этом основываясь на докладе, и другое дело, когда к этой же самой теме совершенно с другого фланга подходит вице-премьер Игорь Шувалов. Это уже совсем серьезный симптом, и это косвенно подтверждает, в общем-то, факт ненужности ГАИ. Причем, как интересно то, что, значит, есть три категории и три взгляда на ситуацию. Первая категория людей, которые подобным образом считают, это непосредственно пользователи, те, кто давно видят, что от ГАИ нет никакой пользы, и при всем при том, вот именно мы, как водители, это те, кого не спрашивают, то есть считаем мы так или нет, никого не волнует. Есть некие обладатели знаний, выступающие с докладами, например, такие, как Кудрин, аналитично подставляющий фундамент под данную ненужность, и есть законодатель, который живет совершенно по другим правилам, и тем не менее приходит к такому же точно парадоксальному выводу. Причем, с точки зрения закона, у нас сейчас происходит довольно любопытная ситуация. Это такое, не то чтобы совсем новое в нашем законотворчестве, но наиболее ощутимое на сегодняшний день. Это законы о беззаконии. И они в огромной степени касаются в том числе ГАИ и ситуации на дорогах. У нас есть беззаконие, например, по отмене презумпции невиновности, связанной с налогами. У нас уже давно именно по налоговым статьям гражданин обязан доказывать свою невиновность, а не государство его вину. У нас, благодаря товарищу Плигину, конституция аннулирована в отношении узкой социальной группы людей под названием водители. И вот теперь потихонечку идет наступление на закон, но уже по поручению Игоря Шувалова, который попросил вежливо МВД разработать поправки к кодексам, в первую очередь к административному кодексу, в части перераспределения полномочий и лишение ГАИ тех самых функций по получению взяток и штрафов, которые будут отданы Московской частной дорожной полиции Собянина-Лексутова. Это совершенно удивительная коллизия правовая, потому что так подробно замахиваться на закон. Одно дело, когда Чохом, там Плигин, например, отменяет статью конкретно. Вот для Конституции они работают по всей стране, для водителей, которые были, например, пойманы, зафиксированы нарушения, чьи комплексы видеофиксации. А здесь идет наступление на очень интересном плацдарме, касающемся только Москвы. Игорь Шувалов топнул ножкой и приказал МВД разработать поправки к кодексу с таким расчетом, чтобы именно Москва стала впереди планеты всей, и именно Москва ощутила вот это перераспределение финансовых потоков в пользу своей частной структуры, которая в законе не прописана. Вот сейчас создается Лексутовым некая дорожная инспекция по надзору за обзыманием денег, и она должна будет получить полномочия от ГАИ. Вот все то, что в Москве зафиксировано при помощи комплексов фото-видеофиксации, деньги за это будет теперь получать инспектор, муниципальный служащий столичный, не имеющий к полиции никакого отношения. Это такая очень многогранная ситуация, в которой воздать должное можно всем, но в первую очередь, конечно, ГАИ. Потому что вот даже здесь, даже в этом, в том, как ГАИ упустила свои полномочия, есть элемент предательства всех нас. Понятно, что ГАИ недееспособна, понятно, что толку от нее никакого нет. Но это ГАИ подставило нас. Ведь началось с того, что как только в Москву пришли вот эти чрезвычайно талантливые и изобретательные люди, типа Собянина и того же Лексутова, тут же появились новые интересные финансовые схемы по получению денег, ну, под общим девизом для страны. В этой стране все, кто живет, все должны государству. В разной степени, но все должны. И ГАИ, она вообще же мышей не ловит, она не реагирует быстро на вызовы времени, хотя Медведев в том числе ей говорил, что вы должны, ну должны, ну должны. И вот первое серьезное такое вторжение в наш кошелек, когда центр у нас отобрали и ввели платную парковку, он был именно потому, что подставилась ГАИ. Рефрен был какой? Ну, там эти блондинки ставят машины в три ряда. А не ставят почему? Потому что не работает ГАИ. Эта инспекция, эта ГАИ должна была прийти и конкретно этой блондинке не дать, а в случае, если, не дай бог, допустила подобное правонарушение, ее оштрафовать. Но ГАИ самоустранилась. И тут как раз пришли финансовые схемы нового правительства, которые сказали, будет все платное, в центре приткнуться будет некуда, поэтому людей, приезжающих туда, станет заметно меньше. В результате мы решим этот вопрос. И действительно в три ряда уже паркуется меньше. Тут же подскочили частные эвакуаторщики. И в результате натиск новых финансовых схем выгнал полицию с их привычного плацдарма. Кто в этом виноват? В первую очередь сами полицейские, которые проиграли битву за наш кошелек, но самое подлое то, что они еще подставили нас. И дальше уже было понятно, что полиция в этой ситуации не игрок. Ее можно обойти. Ну, в принципе, обойти можно кого угодно. Но это было все-таки очень изящно, когда Москве понадобилось чуть больше полномочий и нужно было как-то все-таки оправдать существование частной структуры по взаиманию денег, быстренько сбегали к Игорю Шувалову. Игорь Шувалов топнул ножки и сказал, ну-ка, давайте. И здесь такой чисто советский уже штрих, пикантный нюанс. Кто должен заниматься самоуничтожением? Самоуничтожением должна заниматься полиция. Можно было бы взять правоведов, людей, не аффилированных ни с кем, и предложить им разработать, например, поправки к закону. Шувалов пошел по чисто советскому пути. Уничтожать себя он поручил полиции. Это такой момент чисто наш, потому что врага достаточно не только уничтожить, его все-таки необходимо еще и унизить. Поэтому теперь Министерство внутренних дел с гордостью говорит, что мы разработали эти поправки, о которых нас так вежливо попросил Шувалов. И теперь мы сами себе сделали обрубание, обрезание, и, кстати, намотали еще пару веревок на самые неожиданные места. Если что можно дернуть, мы аккуратно вывесимся. И вот это только лишь плацдарм Москвы, который со временем распространится на всю страну. Сейчас страна потирает руки о том, как москалей клятых загоняют за мажай. Есть такой серьезный социальный пласт людей, чрезвычайно довольных этим, которые говорят о том, что в мире вообще ничего платного не бывает. Да вы посмотрите в другие столицы мира. Да во всех столицах мира деньги взымают. И есть огромное удовольствие от того, что наконец-то эту соседскую блондинку заставили по магазинам ходить пешком. А раньше она на своем Лексусе ездила. Ха-ха, три раза. Продолжает ездить. Наконец-то соседу скоро будет некуда поставить машину, потому что ведь зона платной парковки, как один из составляющих элементов по взыманию денег, он распространяется за пределы МКАДа довольно скоро. И, кстати, зеленоградцы вежливо мне подсказали, что зеленоград, который находится за пределами МКАДа, уже давно платная территория. То есть потихонечку это все распространяется. И вот в совокупности получается, что в одной точке пересекаются разные совершенно позиции. ГАИ не нужна, ГАИ не справляется, ГАИ бесполезна, бессмысленна и, ко всему прочему, еще подставляет нас. Но ГАИ не нужна с нашей точки зрения, пользу не приносит. ГАИ не нужна с точки зрения Кудрина, пользу никакой не приносит. И ГАИ не нужна с точки зрения Шувалова. «О чудо!» Именно поэтому у нее отбирают часть полномочий. И эта ситуация, она в развитии. Москва является локомотивом для страны. Поэтому сейчас на Москве это будет отработано. И на всю страну выплеснутся, во-первых, платные парковки, платные эвакуаторы и чудовищные суммы штрафа. Потом на всю страну будет распространяться взымание денег частной муниципальной полиции в угоду конкретным мэрам городов со всей страны. И так или иначе мы придем к тому, что ГАИ будет действительно без полномочий и будет нам не нужна. Перерыв на новости. Нашлось, как ни странно, упрямо едет по серьезным пробкам в 7 баллов. Мейл.ру уже приехал. Пробки 10 баллов, движения нет. Воспользуемся этой приятной ситуацией для разговора. Она не располагает к езде. Но поговорить-то нам ничего не мешает. 65, 10, 9, 9, 6. Илья, здравствуйте. Алло, добрый вечер, Сергей. Здрасте. Я опять дозвонился, опять первый, как приятно. Да. Значит, вечер удался, несмотря на 10 баллов. Что касается вот нашей ГИБДД, не ГИБДД, одно меня немножко радует, потому что надо всюду же искать хорошее, не только как бы плакать. Вот. Что эта дорожная служба, которую создает наш неуважаемый мэр, она же не будет подходить под закон полиции. Правильно? Да, абсолютно. Действия этих служб, это просто чиновники. Правильно? То есть люди, которые служат государству и работают на государстве. Соответственно, их приказы, их указы и их какие-то действия, вот допустим, вот тормозит дядя с палочки, я городская дорожная служба. Я говорю, а иди-ка ты, зайчик, далеко долгое пеше эротическое путешествие. И еду дальше. Потому что он не милиционер, я не обязан ему подчиняться, я не обязан выполнять его требования, не обязан. И никаких штрафов за это, насколько я знаю, у нас не прописано в правилах дорожного движения. Пока нет, но, знаете, учитывая, что Лексутов пробил появление вот этой самой структуры через поправки к земельному кодексу, вполне возможно, что, например, в каком-нибудь законе о пользовании водопроводной водой будут прописаны штрафные санкции за посылание в эротическое путешествие человека с палочкой. Ну, по-любому, как бы, еще надо доказать, что я его послал. То есть, если милиционер, как бы, ну, понятное дело, милиционер при исполнении, у него пистолет даже есть, то это что у нас, новая силовая структура создается? Со временем, да. Да, со временем. А сразу нет. Потихонечку она будет перерождаться в силовую структуру. Вы знаете, когда у нас один руководитель таможни оказался в отставке, он признался всей стране, что таможня это не силовая структура, а сфера обслуживания. Вот все удивились-то, оказывается. И здесь будет та же самая метаморфоза. Вы помните, как все время было у Стругацких сказано, после серых всегда приходят коричневые. Если вы помните в «Трудно быть Богом», как там все начиналось? Во имя Господа, именем Его. И что там во имя Господа происходило? Сколько там кровища пустили? А здесь ничего личного. Просто финансовый порядок и дисциплина водителей, потому что полиция не справляется, а дальше будет расширение полномочий. Вы застали тот период, когда в начале 90-х у нас появились экологические подразделения? Да, это было роскошно. Мне так приятно было над ними издеваться. А кто они такие были? Ведь они же были никто. Но они были сотрудники МВД. Нет, не все. У нас экологическую полицию тогда создавали. Если помните, всем москвичам выдали экологические сертификаты на автомобили. И по дорогам стояли частные лица с измерителями СО и СН, которые выписывали штрафы. Не имея на то никаких полномочий, только именем Господа. Но останавливал сотрудник ГИБДД. Не всегда. Не всегда останавливал. Он попытался остановить. А я остановился, сказал ему привет и поехал дальше. Он был весьма озадачен, но ничего последствий никаких не было. Конечно, конечно. Но здесь будет та же самая ситуация, потому что ведь очень много же людей, которые не собираются как-то в правовой ситуации пытаться понять, что происходит. Стоит человек с палкой, машет. И у каждого второго, вот такого обобранного, когда спрашиваешь, почему, он говорит, ну а что я буду на рожон-то лезть? Вот. Вот она ментальность. Дальше Москве, я думаю, что это не пойдет, потому что все-таки вы и сами подтверждали, что в некоторых регионах уже давно ездят без номеров. Да. Они на все эти условности. Поэтому я думаю, что это только столичная штучка, которая, как правильно сказали, пополнение бюджета кипрского, причем не нашего. Кипрского, да. Поэтому, я думаю, без вариантов. И у меня вот, как бы, я уже вспоминаю, вот, старство не Собянина в Москве, как он уродует город. Я вспоминаю, а может быть, все-таки он лучше плитку будет плачивать. Это все-таки не так санам-то ударяет. Ну, поломаем немножко ноги. Все. А вот дальнейшие его идеи и мысли, они как-то все-таки чем дальше в лес, тем злее партизаны. Ну, они все-таки, ребята, очень комплексные. И не зря Олег Сутов так масштабно взялся за эту тему, потому что, видите, уже на обслуживание Игорь Шувалов у них бегает на коротком поводке и требует от МВД, чтобы они сами себе сделали обрубание. Поэтому Плигин только начал уродовать Конституцию, а здесь под конкретный город меняются федеральные законы, и часть из них рано или поздно то же самое, как с Конституцией произошло. Ведь отмена презумпции невиновности для водителей и для всего поголовного населения, которое платит налоги, оно выплеснулось за пределы города и теперь уже касается всей страны. В какой момент мы это упустим, неизвестно. Это то же самое, как закон о рыбалке, если помните. Вдруг накрыло всю страну и мужиков в деревне, которые даже не подозревали о том, что на карте города, на карте страны есть Москва. Но коснулось же. То есть получился такой метод силового измывательства над людьми и изъятия у них денег, причем в совершенно пустом месте. Позволено? Значит будет. Так он так и остался по рыбалке, слава богу, пока все по-прежнему, несмотря на бумажную работу. А в Москве, конечно, все плохо. Спасибо, Сергей. Я даже забыл автомобильный вопрос какой-то. Но что-то даже уже не хочет. Освобожу место тем, у кого более насущные вопросы. Илья, хороших выходных. Богдан, здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Здрасте. Рад вас слышать. Рад вас слышать. Фактически супругу мне не дают пропускать ни одну передачу. Ух ты. А ревность? А супружеская ревность с вашей стороны? Нет. К вам не ревную. Не обижайтесь. Не как мужчина, а как специалисту. Дистанция выручает. Спасибо. Да, да, да. Ну и чувствую, наверное, воспитанности. Сейчас это не приветствуется. Перейдем к нашим, как говорит, с этим. Ну, во-первых, поздравляю вас и всех нас с Завчими Сердяковым, директором испытательного института. Он стал теперь самым старшим на полигоне НАТИ. У нас было две конторы. НАМИ и НАТИ. НАМИ имитировало создание автомобилей. Хотя им не очень занималось. Они в основном работали над армейской темой. А НАТИ занимался тракторами. По большому счету, теми же самыми гусеничными вариантами, которые у нас называются танки. И теперь у Сердюкова у него максимально интересная работа, потому что у него теперь есть кусок московской земли, который можно хорошо продать. А больше там ничего не происходит. Там работы нет. Это НАТИ, это дырка от бублика. Ну, понятно. Все развалили, чтобы можно было. Ну, они даже не то, чтобы развалили. Потому что НАТИ вообще и так же, как и НАМИ, это мертворожденные проекты. Они были нужны на пять секунд. Но у нас же так не бывает, чтобы временное не осталось постоянным. Вот НАМИ и НАТИ остались. Им как-то ищут применение. НАМИ у нас, вы знаете, теперь разрабатывает проект «Кортеж», легковой ЗИЛ для товарища Путина. А НАТИ будет теперь Сердюковым, видимо, и стоящим Халманских, модернизировать Т-72, признанный самым перспективным и инновационным танком Отечества. Ну, у нас дело пойдет, значит. Обязательно. Если специалисты там попали, то это все. Обязательно. Хорошо. Вот это тот самый случай, когда мы все громко можем, молитвенно сложив руки, сказать, хоть бы не было войны. Да. Ну, много на эту тему можно было говорить. Сергей, значит, не хочется там... Конечно, не все мы, к сожалению, сидим на газовой трубе, не все входим в круг вот этих вот, понимаете, около Сердюковых и так далее, приближенных к господину президенту. Вот о чем вопрос. Машина A30 ваша, хочется услышать, Hyundai, Hyundai. Ну, замечательная машина. Низковата по нашей жизни, по дорожному просвету, но сделана-то на отмашь, сделана с наслаждением, напичкана хорошо и, как всегда, сейчас под Новый год будут скидки. Она дороговата. Ну, вот эта ценовая политика, когда корейцы вдруг оказались белее белого, ну, она очень странно сказала, что оказалась на ценники, на стоимости владения, на обслуживание. Но под Новый год скидки будут неизбежны. Хотя, конечно, вот исполнение плана не сильно с них теперь требуют. Раньше план был любой ценой, но скидки будут. И некоторые крупные холдинги, вот московские, например, уже начали торговать машиной по себестоимости. Со скандалом. Даже так, да? Да. Вот есть уже, вот в Рольфе, например, там вы можете прийти с мешком денег. Вот, условно говоря, выбираете себе машину за 700. Да. Если вы приносите 620 и говорите, вот сейчас заберу. Все, что есть. Вот это все, что у меня есть, отдайте машину. Будут плакать, будут колоться, будут продолжать курить кактус, отдадут. А к Новому году тем более отдадут. Понятно. То есть, этот вариант можно рассматривать. И чешская сборка, правильно? Чешская сборка, говорят. У Ай-30, он изначально, да, Чех, в отличие от Киев, которая Словак. И они у нас, насколько я помню, то ли через автотор загоняются, имитируется там отечественный ВИН-код. Но, по крайней мере, наш пролетариат всерьез не допущен к сборке этой машины, что очень хорошо и позитивно сказывается на качестве машины. Да, да. И она полностью европейская. Разработана в Европе, сделана из европейских комплектующих. То есть, там очень мало той азиатчины, которая есть даже в достойном Солярисе. Солярис, он все-таки китаец русской сборки, а Ай-30 он европеец. А, вот так вот. Ну, если еще можно, на ваш вкус, ну, не ваш вкус, конечно, а вот так вот, предпочтение. Варианты какие-то по машинам, допустим, вот пределок, как вы сказали, до 700, ну, может быть, 750 максимум. Какие варианты сейчас? Может быть, чуть повыше машины какой-то. Ну, чуть повыше. Это получается всегда Дастер. А Дастер скоро будет с автоматом. Перерыв на новости. Нашлось упорствует. У него по-прежнему 7 баллов. Все куда-то едут. У Mail.ru все приехали в пробке 10 баллов. При этом картинки совпадают. Практически один в один. Но какие разные математические подходы? 65, 10, 9, 9 и 6. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Здравствуйте, Дмитрий. Как ваше отчество? Мое отчество Леонидович. Дмитрий Леонидович, рад вас слышать. Спасибо. К сожалению, да, действительно, вы правы. По Стругацкин засепные пришли коричневые, у них даже есть гауляйтер. Да. Хотя гауляйтер – это еще более коричневая история, чем могли бы предполагать стругацкие. Да, ничего с этим не поделаешь. На сегодняшний день народный, и с показателями 20%. Вы, кстати, Дмитрий Леонидович, нашли хотя бы одного, кто за него голосовал? Ну, среди своих дальних незнакомых людей есть хоть один в живых оставшийся, кто проголосовал за? Извините, связь прервана. Вадим, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте, Вадим. Наконец-то дождался. И вот удивительно, как меня вот, грубо говоря, соединили, да, вот с вами. Там как раз фамилия Сердяков звучала. У меня вот что удивительно, фамилия Сердюкова. Как же вам не повезло, Вадим? Это ж надо так за всю фамилию отдуваться. Это ж ведь сейчас только не повезло. А вот был бы Сердюков-то в мое время, когда в армии это служил, вот бы как, когда бы. А то же ведь, когда уже не надо, оно вот и... Я облажался. И вот, блин, вот сейчас прям стыдно называть, иного раз, да. Да, сейчас неудобно как-то. Лучше по имени так, знаете, демократичненько. Просто по имени, аккуратно. Да. Да, вот был бы родственник, вопросов бы не задавал. Был бы все просто и как бы красиво. Вадим, знаете как, родились бы вы в Питере, у вас, может быть, уже бы и другая биография была бы. Да, всегда все происходит, что-то где-то не там, где хотелось бы. А может быть... Нас не зовут. Ну, если, да. Ничего страшного, мы как-то более-менее выкрутимся. Ну, хотелось бы. Все-таки надежда, она всегда остается. Ну, и, в общем-то, глядя на то, что все-таки не все люди-то, скажем так, вымерли, ну, грубо говоря, думающие, имеющие там гражданскую позицию, вот опять же, глядя на вас, есть надежда, что рано или поздно выйдете в правительство, куда-нибудь во власть там, и все-таки, может быть, какой-то позитив-то появится. Перевернется ситуация-то. — Вадим, знаете, меня подстрелят на дальних подступах за переход... — А бронежилет. — Бронежилет. — Да ну что вы. Ну, выяснится, что я в детстве сестренку обижал, что я украл конфету и риску из шкафа. Что-нибудь такое, уголовное, лет на 15 сразу. У нас ведь очень много любопытных историй на эту тему, когда Путин передавал престол Медведеву. У нас, например, мэр Архангельска попытался выставить свою кандидатуру, и мэра Архангельска аккуратно предупредили, сказали, знаешь что, у тебя будут большие неприятности, если ты не снимешь себя с кандидата в президенты. Он сказал, а я не сниму. Его заперли тут же. Выяснилось, что он вор, мошенник, уголовник, негодяй, педофил, и, кажется, он рыл под тоннель куда-то, то ли под Ламанш, то ли под Кремль, чтобы убить товарища Сталина из рогатки, и выпустили его ровно в день выборов президента. Полгода он посидел. Ну вот у нас так, да, у нас так. Но зато, с другой стороны, вот электората-то у вас сколько было бы, вот за вас голосующего. Вот все слушатели, да, вот которые там программу слушают периодически, в общем, я думаю, поддержали бы безоговорочно. То есть не надо было бы вкладываться в рекламную программу, там какие-то бюджеты, там какой-то пиар. То есть, грубо говоря, просто пробаллотироваться, и вот здесь вот там как бы слушатели Финаму Фэм, я думаю, уже пошли бы голосовать там правильно. Хотя подтасовали бы, конечно, в итоге бы, но тем не менее, все равно. Из такого большого количества людей получился бы не столько электорат, сколько пышные похороны. Многие пришли бы с венками и с совершенно искренними словами сожаления по моему поводу. Что у нас с вами автомобильного, Вадим? Ну, автомобильного хотелось поинтересоваться просто. Вот, скажем так, вы вот все-таки в неком смысле эксперт в моих глазах. Но местами, но нечасто. Да, да, да. Везде как бы у каждого там своя позиция, свое какое-то представление. Но тем не менее, так вы покатались там на этом, на этом. То есть есть какие-то, грубо говоря, с чем сравнивать. Тут просто вот озадачен немножечко выбором такого внедорожника, некоего. То есть в голове крутится такое вот, грубо говоря, там, что-то там Land Cruiser Prada, там, 120-й кузов против там Mitsubishi Pajero 4. Вот по соотношению цена-качество, грубо говоря, какие-то вот цена-владение, надежность такая вот некая. Что бы вы вот так вот... Ну, грубо говоря, вот стоял бы у вас вопрос выбрать вот из этого. Что бы вы выбрали? Вот так вот поставим вопрос. Гражданин Сердюков, а вы собираетесь брать Prada, поношенный из-под кого-то, а под жаро новый из салона? Есть, скажем так, предложение некое. То есть я видел этот автомобиль, вот он при мне. То есть там пробегу сейчас где-то там тысяч, что-то там 45-50, вот так вот. То есть человек при галстуке, то есть, ну, гражданин такой серьезный. Там года четыре ей машине, но вот она прям вот на глазах. То есть там все честно, все ровно. Грубо говоря, ну, поджерик, да, наверное, может быть такой тоже годовалый, где-то поискать что-то как-то так вот. Понятно, поджерик подешевле немножечко выходит. Ну, вот если так вот, грубо говоря, сравнивать. Но все-таки как бы здесь оно как-то как-то так. Итого, значит, две подержанные машины. Одна совсем чужая, другая слегка под присмотром. В этой связи Prado чуть-чуть более интересен. Только потому, что у него якобы более внятная биография. И, скорее всего, человек в галстуке продолжал в этом галстуке аккуратно ездить все четыре года. А не то, чтобы он тайком от жены скакал по буеракам, расшибал эту машину вдребезги, а пни всячески. А потом приезжал в город, отмывал ее, катался и говорил, что был у любовницы. Знаете как, если человек в галстуке, это не значит, что он в нем даже спит. Но поджер-то совсем непонятно откуда. И вроде как крузачок попородистей, поинтересней. Тарантас тарантасом. То есть, если сравнивать Паджеро и Прадо, то Прадо это совсем грузовик. Это просто такой вариант взяла 130-го. Ну, даже, скорее, газон 53-й. А Паджеро, ну, все-таки он имеет чисто технически массу преимуществ, особенно когда он дизельный, над Прадиком. Несмотря на то, что Прадо это круто, это Тойота. Тойота управляет мечтой и прочий бред, который мы вокруг него сами насочиняли. И если вот просто на рынке придется брать Прадо только потому, что из более-менее знакомых рук. А если под Новый год прийти к дилеру и выгрость из него скидку на новый Паджеро, а потом больше к дилеру не ездить, чтобы стоимость владения была вменяемой, тогда вы получаете машину, которая имеет невероятно большое количество вариантов по внедорожному тюнингу. Под Паджеро целой фирме специализируется на разных вариантах. Там для легкого бездорожья, для среднего, для тяжелого, для ралли-рейдов, для диких путешествий, для недиких путешествий. Можно подобрать подвески, можно редуктора, можно по блокировкам поиграться, можно силовой обвес сделать, можно так, можно сяк. То есть купив эту машину в качестве донора, из нее собрать и нагромоздить просто невероятного проходимца. Ну, это уже чуть позже. И если есть возможность потянуться по кошельку до новой машины, конечно, новая лучше. Единственное, что у Паджерика, у дизельного, у него обязательно нужно ставить в Вебасту предпусковой подогреватель, потому что в салоне у нее будет минус 20, то есть на улице минус 30, а в салоне минус 20. И отогревать вы ее будете сами, либо костром. Там зверский холодильник, просто чудовищный. Ну, вот как-то вот пока такая суровая осень, как сейчас, еще можно жить. Но как только мороз ударит, все. Считайте, что в Паджеро вы уже померли. Поэтому предпускач поставить, он нормально греет в салоне, и вы спокойно в таком случае кум-королю. Мотор очень хороший. Ну, сват, опять же, тому же министру, о котором мы упоминали. Ну, министр у нас на Ивеках, если помните, он нам такую диверсию строил, нам рысь подсунул. Рысь Ивека. У нее, правда, было хорошее такое минное, противоминное бронирование, а все остальное было, конечно, странно. Вот. Так что Паджерик. Паджерик в этом отношении будет чуть более правильным и чуть более перспективным. Все-таки, ну, все-таки Прада. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Андрей. Я хотел бы насчет парковок. А насчет чего хотите? Вы же дозвонились. Ваше право. Так вот, насчет парковок. Может быть, все-таки, как нас учил великий Ленин, все это сгниет само по себе. И дождемся мы, когда все-таки будет нормальная жизнь. Скажите, Андрей, вот ваша бабушка родилась в период, когда наша страна хлебала по полной программе горя. Она всю жизнь вместе с дедушкой верила в то, что, ну, совсем скоро, еще чуть-чуть. Дождалась? Если честно, то с каждым годом у нее улучшалась жизнь, во всяком случае. Так. Ну, а потом, как говорится, война и после войны тоже улучшалась. В чем именно? До определенного времени. А в чем именно? В чем именно? Уменьшались цены, увеличилась вроде бы как, вроде бы как зарплата немножко. На пенсию можно было прожить. Андрей, сколько вам лет? Ой, уже много. Ну, сколько это уже? Это уже шестой десяток скоро будет. Ну, понятно. Мы с вами, значит, сверстники, Андрей. Да. А вот вы сказали, что цены снижались. Это вы от нее услышали? Да нет, просто когда я был маленький, наверное, как и вы, я ходил в магазин и покупал продукты. Я брал 200 грамм масла, 30 грамм колбасы. Вы помните это? Помню, конечно. А больше у меня денег не было, чтобы взять... А больше и не надо было. И холодильников, помните, не было. Вешали за окно. Был такой момент. Деточки. Да, да. И жили, вроде как, все улучшалось. И нет, Андрей. Знаете, здесь происходит подмена понятий. Понял. Тем более, что вся страна жила по карточкам. После того, как мы... Мы про Москву говорим. Ну, про Москву, знаете ли. Моя, например, бабушка, которая тоже жила в Москве, она каждый раз, когда ей кто-то рассказывал, как в ее молодости при Сталине каждую весну снижали цены, она очень подробно рассказывала, чем это оборачивалось для нее, с ее маленькой зарплатой. Потому что не те цены и не на те категории товара. Поэтому в целом, вот моя бабушка, например, не дождалась светлого завтра. И с парковками, с нынешней ситуацией, тем более, когда водителей выводят из правового поля и создают специальные госструктуры, которые будут с нас сдирать деньги, как-то совсем отодвигается перспектива чего-то дождаться. У моря погоды, буддийский принцип, сиди спокойно и жди, когда мимо пронесут труп твоего врага. Можем не дождаться. Вот бабушка, например, моя не дождалась. Да, здесь я с вами согласен. Тогда вы себе противоречите, потому что... Да я не противоречу, я все жду как-то лучшего, а все как-то лучше не получается. А если не ждать? А если не ждать? Да уже, как говорится, воздух не тот. Ну, дальше Сибири же не пошлют. Дальше Сибири? Да. Ну да. А вы там были хоть? Был. Ну да, конечно. Многократно был. Да. Там сурово, на самом деле, у нас. Тем более, что с 37-го года... Да нет вроде ничего. Там, знаете, такие летом летают штуки и пользуют. Ой, это не то слово. Я испытал это. Это... Сразу думаешь, скорее бы зима, чтобы этого не было. А когда зима, там такой мороз. Там же с 37-го года ничего не изменилось. Но другое дело, что подреставрировать придется некоторые достопримечательности местные, гулаговские. А все остальное точно не изменилось. Да, значит, не дождемся мы хорошего, светлого будущего. И сами не будем бороться за него. Ну, вообще-то, желательно самим уже начинать что-то делать. Вы же помните, к власти приходят плохие люди при помощи хороших, которые не пошли на выборы. Ну да. Даже такая малость иногда требуется от людей. И этой малости тоже почему-то не получается. Потому что кажется, что будущее предопределено. Хотя был на эту тему фильм со Шварценеггером, где было сказано ничего подобного. Не предопределено. Новость. Какое хорошее нашлось. 7 баллов у него. По-прежнему куда-то ездит. Мейл.ру приехал. 10 баллов. Пробки. Движения нет. 65, 10, 9, 9, 6. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Андрей. Сергей, я хотел узнать ваше мнение по автомобилю Мазда ЦХ9. Чтобы немножко сверить в наше с вами представление. Поскольку очень внимательно слушаю все ваши передачи. Ну, в общем, это большая американская легковая машина, сделанная для того, чтобы американская домохозяйка получила большую оболочку для своего крупного тела. И когда мы эту машину воспринимаем как почти внедорожник, мы очень сильно предвосхищаем ее возможности. Но своими четырьмя колесами она грести реально может. Если хорошую резину подобрать, то даже в общем, в пределах геометрической проходимости она проползет на пузе там, где некоторые более низкие машины уже сдадутся. Во всем остальном дело вкуса, потому что внешность, размер, оборудование и налогооблагаемые 277 лошадиных сил, но это уже каждому свое. Ну и как? А если не... Очень верно, очень верно, но я редко пользуюсь именно вне города, поэтому для меня скорее важны городские качества. И по городским качествам меня очень устраивает эта машина. Вы такого же мнения? По городским качествам мне она великовата. Я вообще, к сожалению, очень сильно закомплексованный. Мне нравятся маленькие машинки. Ничего с собой не могу поделать. Вот Deumatis искренне люблю именно потому, что маленький. Поэтому в такой малогабаритной квартире, как CX-9, мне несколько просторно, но на педаль наступила, она прыгнула и полетела. Это здорово. По подвеске, по настройкам, она, к сожалению, уступает своей младшей сестре CX-7. CX-7 была в этом отношении безупречно. CX-9 она валкая. Но вот в рамках города, да, хорошо. Плюс хорошая резина, потому что зимой у нас сейчас будет, видимо, определенный дефицит дворников, и нужно будет просто выбираться из двора на большую землю. Соответственно, подбор резины, там какая-нибудь Хакапеллита, 7-8, вот, все, будет шикарный совершенно комплект для выживания в условиях лучшей столицы мира, самой чистой и самой ухоженной. Сергей, в очередной раз убедился, что могу доверять «Пожалуйста, следующую Mazda CX-9 или Toyota Highlander? Что я должен взять?» А у Highlander вот теперь, наконец-то, после рестайлинга появилась нормальная прошивка, и Highlander стал уже как-то более-менее похож на кроссовер. Если раньше он наезжал одним колесом наживательную резинку и умирал в поисках эвакуатора, в ожидании его трагическом, то теперь эта машина будет вот с немножечко новым лицом, чуть-чуть другой упаковки, уже способна как-то дотянуться до CX-9. И Highlander будет выигрывать у Mazda глобально только легендой о том, что Toyota более японская, чем Mazda. Вот и все. А нынешняя, вот та, которую вы можете пойти в салон и даже с небольшой скидкой взять, это совсем легковая Camry в кузове Universal с четырьмя самостоятельно крутящимися колесиками. И она сделана очень неплохо снаружи. То есть японцы с американцами умеют гнуть железо на коленке и с совершенно чудовищным салоном. Она удобная и жутко плохо и дешево сделанная для подобного ценника. А вот рестайлинг говорит, да, получше. Будет получше. Андрей. Руслан, как приятно. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень рад дозвонился до вас. Мне интересует ваше мнение. Вот дилемма такая, выбрать два автомобиля трехлетки оба, это... Берите два, Руслан. Зачем эти страдания? Не позволяет. Вот очень, очень уж болезненный вопрос. Не могу решиться. Либо Мерседес Е-класса 212-й кузов, дизельный мотор. Тоже вот три варианта рассматривают там 250, 200 и 220. В принципе там объем двигателя аналогичный, но мощность разная. И МЛ что-нибудь там попроще для того, чтобы налог не очень большой был 280 СДИ. Руслан, как только вы в Германии найдете с таким шикарным, без единой царапинки к кузовочкам Е-шку 220-ю дизельную, 99% что это такси. Но они определенного цвета и пробеги у такси большие, они это вроде не скрывают. Они цвета черный либо серебристый металлик, заклеенные в желтую матовую пленку, целиком завернутые, как конфетка в фантик, специально для нас с вами. Немцы уже очень давно пользуются этой цветной пленкой, поэтому изначально Мерседес-Бенц на улице города любого германского это скорее всего черный либо серебристый, потому что потом он хорошо продастся. И он снаружи всегда желтого законодательного цвета. Спидометр у него будет скручен, у него может быть установлен новый руль, новое сидение, новая пепельница и наведено то состояние порядка по салону, которое называется русским примитивным словом шмон. Аж будет сверкать. И вот именно потому, что покупая машину на 2-3 года в такси, владелец либо арендатор подразумевает ее дальнейшую реализацию, именно поэтому машина в пленочке завернутая аккуратненько. И 220-я всегда будет такси, так же, как и 250-я. Вот трехлитровые какие-нибудь моторы и дальше это такси не будет, а 220-я всегда такси, Ешка. 220-я дизельное такси. А историю они будут скрывать, да, даже если это официалы покупать? Вот у официалов их будет меньше всего, и вы у официалов найдете парочку машин, и вполне возможно, что там будет как раз спидометр с нормальным пробегом там тысяч в 200-250, а у всех остальных, кто будет дергать вас за рукав и говорить Руслан, дорогой, пойдем посмотрим, машин хороший, себе брал, тебе отдам, как родному. Вот там будет все в порядке, там будет полная подделка абсолютно всего, что только можно и скрученный спидометр. А что касается ML, а если трехлитровый, я просто тоже смотрел машинки интересные трехлитровые, там уже семиступенчатая коробка передач идет, но уже там на растаможке она дороже, присматриваться к ML проще. Руслан, так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. Лучший тост на все времена. Именно потому, что 220-е отслужили свое в такси, именно поэтому они со всех сторон чрезвычайно привлекательные. С ML, с дизельной, да, с ней все в порядке, она в такси не бывает, ну там совсем редко, да, иногда случается, но это не в центральном городе, это где-нибудь на окраине, там поближе к горам, там вполне возможно, что ML-ка дизельная оказалась в такси. В остальных случаях, да, абсолютно нормальная машина из-под частника. Здесь уже вопрос официальной биографии, которую дилер вам нормально совершенно предоставит. А мотор это 280-ый, если предположим, или 300-ый рассматривать, а не как. И по обслуживанию вот эти две машины. По обслуживанию? Знаете как, надежность, это мы придумали сами, надежности нет уже давно никакой, чем более высоко технологичен товар, тем меньше его надежность. Вспомните мобильные телефоны. Когда мобильный телефон состоял из аккумулятора и кнопок, у него насколько хватало аккумулятора и его самого. Посмотрите, что происходит сейчас. Он практически готов вместе с вами улететь в космос, но только живет он почему-то полгода. Вот с автомобилями то же самое. Поэтому надежность это эфемерное явление, которое мы изобрели, а маркетологи нам очень активно преподнесли. Она зависит в основном от водителя и от качества тех эксплуатационных материалов, которые вокруг него. Стоимость владения и обслуживания это совершенно другая уже книжка с иной полочки и с другой библиотеки, потому что обслуживание бывает совершенно разное. Плюс неясная биография, скорее всего, она не такая уж и подозрительная и вряд ли машину конкретно убивали. Не так много специалистов, хотя в Германии тоже они есть. Знаете, вот когда только-только начали гонять машины, я помню, когда пришла машина из-под банкира, ей было 5 лет, и мы пытались у нее достать щуп масляный и выяснилось, что за все 5 лет у этого мотора масло не меняли ни разу. Потому что машина была у человека служебная, ему ее выдали и сказали техотслуживание за твой счет. И он сэкономил. Он ни разу не менял масло за 5 лет. То есть мотор на самом деле тоже подкидывает чудеса. Знаете, люди во всем мире практически одинаковые. Но МЛ-ка, да, с мотором 2.8, с этим 280, то есть форсировка, которая на шильдике имеет табличку 280, это очень работоспособный мотор. Насколько он жив и могуч, мы с вами предположить не можем, но всегда надеемся, что МЛ-ку не убили. На завтра, на 16 число, на субботу, автомобильное событие номер 1, завтра 16 ноября, лучшему и основному автомобильному журналисту нашей страны Сан Санычу Пикуленко исполняется много лет. У него завтра день рождения. Это самый большой праздник автомобильной прессы нашей страны. И на вершине пирамиды автомобильной прессы стоит Сан Саныч Пикуленко, скромный, аккуратный автомобильный журналист с блистательным бэкграундом автомобильного инженера. Сан Саныч, с днём рождения. До понедельника.